Да, там точно такой запрос или это ваш запрос? Где мои ворусы? Надо так говорить, в Москве родился. Вчера к нам привезли недельную мышь очередную. Я официально заявляю, что меня принижают, унижают. Привольнов Антон Юрьевич, 81-го года рождения. Место рождения Советский Союз, Москва. Надо так говорить, в Москве родился. Я из тех москвичей, которые очень любят общежития. Например, в ГИТС, когда я учился, я так завидовал своим однокурсникам, которые жили в общаге. И я там тусовался просто денно и ночно, вот так вот. Мне казалось, что там самое интересное происходит. Там самая вкусная еда, потому что присылают родители, знаете, там сало какое-нибудь, или там картошку какую-нибудь домашнюю. Мне казалось, что это просто нереально. Это пик, это парадайз какой-то. На самом деле, я учился в ГИТСе, да, на курсе Леонида Хейфица. Я учился на актера, но учился я вместе с режиссерами. Это так называемый режиссерский в курсе ГИТСе. Самый престижный, самый умный. На самом верхнем этаже. Я поступил до 15 лет, что, наверное, рановато было, но так звезды сошлись, как нынче принято говорить. И учился там 4 года. Потом я пошел на режиссера, такая была школа интерньюс, прекрасная просто школа. Спасибо ей большое. Я какое-то время учился на... Слушайте, знаете, что я исполнил? Это прослеживается, конечно, уникальная история. Я начал там учиться на кино и телережиссера. И потом у меня началась движуха на телевидении. Доброе утро началось. Началась контрольная закупка. И мне пришлось... В общем, я не закончил. И я не сделал такую работу, уже не было времени, к сожалению. А сейчас, когда я ушел год назад с телевидения, как выяснилось, не до конца ушел. Я пошел учиться в московскую школу Шанинка. В общем, Шанинка это называется. И на медиа-менеджера. И я в дико восторге. Мне кажется, что учиться – это мое самое любимое занятие. Ну, наверное, не очень хотел. Ну, как-то я попал в это телевидение, оно мне понравилось. И надо было выбирать либо актерская профессия, либо телевизионная карьера. И я буду подать телевизионную карьеру, о чем нежели нисколечки, а по поводу актерской карьеры. Знаете, пока я еще на себе крест не ставлю, видите, как жизнь складывается непонятно. Поэтому, возможно, возможно, и поиграю еще. Придет мое время. Мама у меня – педагог французского языка. Долгое время работала в школе, потом в институте. Сейчас она дает просто частные уроки. Ну, человек, который занял по Франции все, которая была там, не знаю, 30-40 раз. Когда заходишь на кухню, у нее все стены в коробках от французского сыра. То есть, там, не знаю, 200-300 упаковок. Я ей не считал. Просто к маме такая есть страсть к коллекционированию. Уникальная женщина, я бы так сказал. Папа, к сожалению, умер. Сначала был музыкантом, гитаристом, колесил по Советскому Союзу. А потом стал заниматься машинами. Это, наверное, то, что ему было действительно близко, к тому, как он мог, не знаю, собрать машину из винтиков, и она бы поехала бы. Я живу в Москве и... Ну, как в Москве. У меня есть два места, где я живу. Во время самоизоляции жили в Москве. А сейчас, когда много дел уже в столице, я живу в Москве. Да, пропал с Доброго Утро. Нот пропал и появился на канале НТВ. Я довольно-таки долго работал на этой программе и очень люблю и тепло отношусь ко всем ее создателям, участникам. Вообще, ничего плохого не могу сказать. Просто в какой-то момент я понял, что мне очень трудно на эти все технологические возрастные, я бы так сказал, изменения, вставать в 3 часа утра. Тебе нужно вставить в 3 часа утра. Тебе нужно ехать восстанчно. Тебе нужно улыбаться, когда ты не хочешь улыбаться. Потому что улыбаться в 5 утра и вообще, в принципе, думать в 5 утра это противоестественно. Поэтому всем моим коллегам, которые держатся, которые оказались сильнее меня в этом смысле, просто респект вожуха, я решил, и еще стал чувствовать, что как будто, знаете, я разваливаюсь. У меня как у шарика, шерсть стала выпадать, лапа там, и так далее, и так далее. Поэтому я решил, чтобы не доводить до какой-то большой беды, поберечь себя. По поводу роста. В Википедии неправильно написано, там написано, что метр восемьдесят пять. Так вот, я официально заявляю, что меня принижают, унижают, и так далее, и так далее, потому как мой рост, на самом деле, метр девяносто семь. Вес, да. Девяносто килограммов я решу. Вот такая вот стоит. Дети в наличии. Одна штука. Тринадцатилетний мальчик Платон. Тинейджер-ребенок, который, я бы так сказал, он ярый оппозиционер, и в общем, ай-яй-яй. Платон ничем не занимается, в школу не ходит. Он у нас товарищ увлекающийся. Наверное, началось с того, что он года в два, наверное, знал уже все марки автомобилей, и потом уже в три года он знал уже и модели этих автомобилей, что это такое, то, что я никогда, например, не знал. Потом, например, он стал увлекаться метро, он знал, сколько минут ехать от, там, не знаю, автозаводской, до Биберева, сколько пересадок и так далее. То есть он мог рассказать, это было в Штейн, наверное, уже было. Потом он увлекся музыкой, стал учиться в Денисенке, знал в тот момент все о композиторах, о нянях великих композиторов. Что, Валя, иди сюда. Собака пришла, ты тоже хочешь пообщаться. О великих композиторах, и, ну, в общем, мы с ним даже делали тур по Германии, и по Австрии, по местам славы. Он мне рассказывал, что в этом доме знаешь, что тут родился Моцарт, а тут вот Гайден, а тут Бетховен, и а ты знаешь, что когда им было 13 лет, они любили манную кашу, там, и так далее. То есть прямо он копает глубоко. Потом, сейчас у нас этап политология. Квартира увешана портретами Майдера Тэтчер. Мы знаем все о ней, сколько яиц она ела на завтрак, что она думала о Факленских островах и так далее. Еще зоология. Вот вчера к нам привезли недельную мышь очередную. Пять штук саранчи, гусениц бражников, и синие гусеницы, которые практически уже в квартире ползают. Ну, в общем, развлекаемся как можем. Где мои волосы? Если, друзья мои, кто-то видит волосы Антона Привольного, пожалуйста, напишите, свяжитесь со мной и расскажите, куда они делись. Ну, на самом деле, так по-честному, это как бы наследственная история. Мне уже без них очень комфортно. И я тоже думаю, господи, когда смотрю на людей с волосами, я думаю, блин, это как сложно, это надо бы мыть их, причесывать, ходить к парикмахеру, укладывать. Катастрофа просто какая-то. Я вам скажу, мне довольно-таки часто предлагают волосы вставить. Была такая компания, которая вставляла волосы. Я говорю, Антон, давайте, ну, вам сейчас, платош, мне кажется, ванной уже все. Слышишь меня? Да, о чем я? А, о компании, которая хотела вставить мне волосы. Она говорит, мы вам вставим волосы, вы будете такие, такой красивый, когда папе снова 18. А я так, знаете, подумал, хочу я это, на самом деле, и понял, что не хочу. Я, знаете, человеку должна быть такая загадка. Правильно? Когда человек слишком правильный, слишком, ну, это неинтересно. Поэтому комментировать я не буду. Кто что хочет, пусть кто и видит. Пусть люди думают так, как они считают. Потому что бы я ни сказал, или да, или нет, это все, ну, как бы, я никого ни в чем не убежу. Не убедит. Да, я был женат, мы жили с супругой довольно-таки долго вместе. Вот. И потом, ну, развелись. Так тоже бывает. И, ну, что, сейчас мы стараемся поддерживать дружеские отношения. У нас ребенок, общий, мы уже на всю жизнь вместе. Поэтому, ну, я надеюсь, что мы, ну, я уверен, да, что мы друг к другу до сих пор очень хорошо относимся, очень тепло. Ну, это тоже история многофакторная. Почему мы развеялись? У меня ребенок, аж это, сейчас ухо вырастет просто Платон. У тебя очень большое правое ухо стало. Ну, в какой-то момент люди меняются, у них меняются ценности какие-то. В этот момент, наверное, если ты понимаешь, что уже, как бы, никак не получается все это свести, ну, расстаться, чтобы друг друга, не мучить, поэтому это было совершенно обоюдное согласие. Оля на время переехала в Питер, они жили с Платоном в Питере, какое-то время она там работала много. Вот, я остался в Москве, и как-то вот так вот мы наше пути разошлись. Я работаю сейчас на телекомпании НТВ. Введу программу «Звезды сошлись». Видите, с Лерой Кудрявцевой, конечно же. Для тех, кто скучает по контрольной закупке, будет один проект, связанный с продуктами, который будет выходить в интернете, будет интерактивный, очень крутой формат, я бы сказал, даже сказал, как инновационный, где все, начиная с продукта, который мы будем тестить, и экспертов, будет выбирать пользователей интернета. Мы это назвали пятимерное ток-шоу. Так вот это будет называться у нас. Продолжение следует... Продолжение следует...